МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В округе работают 9 пунктов вакцинации. Три из них расположены в торговых центрах. Второй вопрос повестки заседания – присвоение ветерану Великой Отечественной войны Константину Федотову, звание почетный гражданин Одинцовского городского округа. Уважаемые коллеги, мы организовали по данному вопросу общественное обсуждение на 17 территориях округа. В них приняли участие более 3,5 тысяч человек. Ровно столько мы получили и голосов «за». Не было ни воздержавшихся, ни тех, кто голосовал против. 3 504 человека проголосовали «за». Разведчик – участник парада Победы 45-го года на Красной площади 22 марта на Совете депутатов округа. Принимает поздравления не только по случаю своего 95-го дня рождения. Вопрос номер 2 принят единогласно. Что мы сейчас увидим? Очень признательно и благодарен, что депутаты приняли такое решение. А я в свою очередь буду, приложу, пока бьется мое сердце, буду стараться все делать для того, чтобы Одинцовский район в вопросах воспитания молодежи, особенно сейчас, это очень актуальный вопрос, чтобы у нас не было случаев вот таких, которых мы сейчас увидим по телевизору. В очереди за земельным участком в Одинцовском округе стоит более 1400 семей. Еженедельно эта цифра увеличивается на 25. Порядка 40-50 участков будет выделено очередникам летом в Волоколамском районе. Еще один на той же территории в процессе межевания. Но даже по его завершению очередь уменьшится несущественно. Возможный выход – обмен земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета, на участки, принадлежащие племхозу Нара-Осановский, изымаемые для муниципальных нужд. Мы уже более 700 участков выдали и планируем путем этого, соответственно, обмена еще выдать более 1000 участков, что для нас первоочередное. Земли племхоза, сельхоз назначения, а это значит, возведение жилых строений там невозможно. С соответствующим замечанием выступил депутат Станислав Водонаев. Там категория действительно и вид решенного использования тоже для сельского хозяйства. В данном случае внесены уже в проект генерального плана и ПЗЗ изменения, которые позволят непосредственно уже многодетным семьям шлесть строительства. Вид будет изменен для садоводства. Соответственно, мы уже в соответствии с законом можем предоставить эти земельные участки многодетным. Девятый вопрос повестки принят большинством голосов. 25 депутатов проголосовали за, трое – против. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова